Человек Для этого надо просто построить свой дом. Можно огромный, просторный, а можно небольшой, но уютный. Главное на природе. И если строить с умом, то можно неплохо сэкономить. Причем без потери качества, а значит и без ущерба для вашего будущего дома. Ну, во-первых, экономия на фундаменте. Конечно, никто не предлагает отказаться от этого необходимого элемента, но ведь можно применить недорогой, быстрый и в то же время надежный и современный способ фундамент на винтовых сваях. Эта история началась почти 200 лет назад. Англия. 30-е годы 19 века. Викторианская эпоха. Инженер Александр Митчин получает суду на строительство маяков в приливно-отливной зоне вблизи Лондона. Именно тогда он предложил использовать в качестве фундамента набор трубочных свай, нижняя часть которых была изготовлена в виде винта. Эти сваи он разработал на основе изобретенного ранее им же винтового якоря, который, кстати, принес ему небывалое по тем временам материальное вознаграждение – 2500 фунтов. Метод строительства фундамента на винтовых сваях впервые был применен в 1838 году при сооружении маяка Мепринсанс. При вращении свая сама забуривалась в грунт, исключая всякие энергоемкие земляные работы. В результате получилась надежная и легкая конструкция. А уже в следующем году винтовые сваи были установлены в качестве мощной опоры для морского причала. И эта конструкция прослужила намного дольше, чем ей пророчили – до 70-х годов XX века, то есть более 100 лет. Позднее эта технология широко применялась во всем мире. Сначала в Америке, а потом и в России. Сегодня удобные, легкие, быстровозводимые и надежные фундаменты на винтовых сваях предлагает компания «Сваи ГОСТ». Наша компания называется «Сваи ГОСТ». И это не просто так. Вся наша продукция сертифицирована и соответствует государственным стандартам. Это касается и технологического процесса, и готовой продукции, и процесса, и качества в монтажах. Продолжение следует... Продолжение следует...